всем привет друзья собираемся на день рождения к моему свекру у меня стоит сирень которую срезал для меня муж и сын принес веточку и захотелось запечатлеть вот эту атмосферу сборов я очень люблю эти моменты когда мы достаем все наши женские штучки куда-то собираемся такое предвкушение легкая праздника даже несмотря на то что мы будем отмечать в кругу только самых близких и такой аромат воздухе не только от парфюмов женских но и от мужских в общем дома очень такая приятная предпраздничная атмосфера я кстати наконец купила блеск для губ от бобби браун ботинки который уже очень давно не могла найти если вам подходят такие оттенки это такой насыщенный насыщенный карамельный если он такие оттенки подходят то этот очень понравится у меня свой оттенок губ достаточно темный поэтому мне такой цвет очень идет настоящие карамели густой темный а а и Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Счастье все-таки приходить к родителям. Какой цвет обалденно малиновый. Дим, ну хоре конфета наяривать. У тебя был повышен сахар. Что ты скажешь на это? Это желатин. У меня слабые хрящики. Это не смешно. Ты взрослый человек. Покажи эти рюмочки. У них приятный вес. Да, они тебе вообще не шикарные. Я когда увидела все, сразу поняла, что папе такие нужны. Они такие весомые, такие грациозные. Классные. Одно из любимых блюд в нашей семье, которые по обычаю практически всегда готовит папа. Он называет его китайским. По-китайски. Но, в общем-то, наверное, от китайского в нем ничего нет. Я как-нибудь обязательно его приготовлю специально для вас. Там обжаренный миндаль. Вот оно вроде бы такое простое. И, может быть, даже кому-то может показаться суховатым. Но мы его прям вот обожаем. Ну а кто желает, может добавить какой-то соус кисло-сладкий. Во время наших посиделок не на шутку разыгрался ветер ураганный. Посмотрите, какой сильный. Но от этого еще уютнее было сидеть за столом. Наконец-таки этот балкон. Так, это здесь у меня скрипит пол. Наконец-таки балкон. Этот лоджия готова. Дим все убрал, все помыл. Вот такая куча у меня горшков. Которые, конечно, в этом году я все не засажу. Во-первых, здесь ничего не получится. Посадить, потому что Аська будет просто вырывать землю. И она очень любит природу. И все эти цветочки, лепесточки, она постоянно... Это проблема. Ну, возможно, вот тут наверх еще подвешу цветок, как в прошлом году. Ну, здесь на этой лоджии, в общем-то, очень жарко всегда. Здесь солнечная сторона. Цветам тяжело всегда приходилось. Поэтому посмотрим. Завтра уже моя будет здесь работа. Пахнет, да? Угу. Угу. Вот эта сирень у нас под окнами. Ее когда-то, ну, видно неправильно, то ли обрывали, то ли обстригали внизу. На верхушке цветут обильно. Вот на фиолетовой даже листьев почему-то мало. Но она так пахнет, я не могу вам передать. И сюда вот на балкон, как будто я просто охапка в букет сирени. Димуль, я тебя поддерживаю хотя бы морально? Ну, конечно. Без тебя-то я уже давно не пошел бы на диван. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А так своей поддержкой видишь, как успешно борюсь. Сиренив. Ну, мы в этом году и так затянулись. Балконами, конечно. С лоджиями. Я все время упорно называю их балконами. Все-таки не балкон. Уже хочется столик поставить. Пить кофе. Может они являются балконами? Только ввиду того, что застеклили? Ну, тут, с той стороны, это точно лоджия? Да, так, да. А здесь может быть и балкон, кстати, действительно Ну, обустройство этого балкона я уже покажу на своем втором канале Давно там не было видео Так, если можно, я отойду немножко к теме канала в сторону ванны Ладно, друзья Я прощаюсь и приглашаю вас на свой второй канал Там в скором времени выйдет новое видео Которого очень давно не было А пока вы можете посмотреть мои прошлогодние видео И летом, которые выходили И те видео, которые выходили зимой, конечно, там очень уютно Там особая атмосфера Очень-очень душевная, на мой взгляд Во всяком случае, мне такие видео очень нравятся Хочу показать вам рецепт забытого в нашей семье салата Но когда-то очень-очень любимого, очень нежного Что нам для этого понадобится? Две баночки тунца Наверное, две Одной будет маловато У меня такой вот кусочками в собственном соку Яйца вареные Яйца вареные Сыр не твердых сортов Это такой полутвердый И помидоры, которые я надрезала крестообразно И залила кипятком, чтобы снять аккуратно с них кожу Этот салат делается в максимально плоском блюде Но у меня такого не оказалось Буду использовать вот эту киевскую тарелку Она мне нравится, очень симпатичная И вот смотрите, у меня есть еще В каком-то из старых видео У меня спросили, не дулевский ли это фарфор Увидели вот эту мисочку Это у меня их две таких То ли такой маленький салатничек Ну, вряд ли это розеточка Потому что она слишком большая для розетки И это маленькие такие салатнички моей бабушки Очень активно мы ими пользовались всегда И видно, у бабушки тоже они без дела не стояли У них, конечно, уже такой, скажем так Потерлась вот позолота по краям Я ответила тогда на этот комментарий Ну, вот сейчас еще хочу показать Это действительно дулевский фарфор Неодинаковый, постоянно у меня в обиходе И надеюсь, что прослужит еще долго Несмотря на свою такую вот потертость Да, кстати, здесь вот на клейме Клеймо 1С, 60-й год Мне кажется, что это самый поздний Хотя, может быть, а нет 2С, по-моему, был более ранний 56-й год 2С, 56-й год По-моему, если я не ошибаюсь, могу ошибаться В общем, старая 60-го года 60-го года салатничек Несмотря на свою такую вот потертость по краям Да, и по золоту немного утраченную Они очень-очень милые, очень уютные Такие люблю Так, мне нужно срочно слить помидоры Потому что они размякнут все Я сейчас вернусь Хочу вам показать еще эту ложь Вот эта ложка Она тоже моей бабушке Она простая Абсолютно никакой красоты в ней нет В общем-то, бабушка не для красоты Ее и использовала Суть в том, что ложку эту бабушка использовала Для фарширования Для фаршировки помидор И вот еще чего-либо Видите, она здесь к краю заточена И вот мама говорит, что бабушка даже специально ее отдавала Мастеру, который точит ножи И вот он затачивал ложку специально Кстати, из фаршированных овощей Вот голубцы, помидоры или перец Мои самые любимые все-таки помидоры Они просто божественно вкусные получаются А бабушка делала всегда весной, когда молодая капуста Я забыла, это блюдо имеет название Но, к сожалению, я не помню Когда в одну кастрюльку В одну такой вот казанук Куда складываются и тушатся в нем Маленькие-маленькие голубчики Маленькие помидорчики Маленькие перчики Это все так красиво выглядит Я делала так тоже Надо, кстати, вспомнить и сделать Просто немножко более хлопотно Когда приходится и голубчики крутить И помидоры фаршировать Вот такой вот интересный момент Вот для таких целей бабушка использовала эту ложку Конечно, она здесь уже немножко подтупилась Но, в принципе, еще можно здесь Если плотно прижать палец Или резко провести вдруг по коже То можно порезаться Так, что мы делаем? А вот с этого момента я решила переозвучить видео Потому что в процессе приготовления Я вспоминала, как же все-таки правильно готовится этот салат Потому что с нулевых годов Там, я не знаю, 2002-го, наверное, года Еще, по-моему, сына не было Я этот салат не готовила Тунец лучше брать не в собственном соку А уже такой измельченный и в оливковом масле Потому что сочность этого салата достигается Не слоями майонеза А помидорами И вот тунцом в оливковом масле Будет очень вкусно Итак, выкладываем на дно тунец Который нужно Если он у вас сразу измельченный То это отлично Но вот у меня был таким, как стейком Поэтому пришлось размять его вилкой Разминайте хорошо, если у вас все-таки стейк Немного репчатого лука Совсем чуть-чуть Это один из тех салатов, который без репчатого лука не так хорош Он там не будет практически чувствоваться Но без него вы поймете, что салат уже не тот У меня молодой лук этого года Поэтому он такой не злой Вот так, немного Никакого майонеза пока не добавляем Сверху выкладываем слой помидор Помидоры я освободила от жидкости и от семян И порезала мелким кубиком Должен быть тонкий слой Но такой прям сплошной Чтобы пробелов практически не было Но у меня сколько помидоров было, столько я положила Тоже сверху майонез не кладем Пока что он не нужен Теперь сверху трем белки От яйца А поверх белка Натертый на мелкой терке сыр Я терла специально на мелкой терке Чтобы он получился такой более воздушный И вот он и не твердый, и не мягкий Самое то, что нужно А вот тоже поверх сыра Мы наконец-таки кладем майонез Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения Но тут важно соблюсти меру Чтобы салат все-таки тоже совсем сухим Не получился Поверх майонеза Мы кладем последний слой Это желтки от яиц Натираем их на мелкой терке Которая предназначена для лук На который мы трем Совсем мелкая Можно добавить мелко порубленный укроп Смешать вместе с желтком И сверху посыпать Все, сверху никакого больше майонеза нет Салат получается очень нежным Вот на видео он у меня получился Не в той последовательности И только уже когда я его сделала Я поняла, что мои слои были неправильные Что тунец нужно было взять Не в собственном соку Но рецепта у меня нет Это было давно, поэтому Понадобилось время, чтобы вспомнить Салат очень вкусно положить просто на белый хлеб Или на греночку Попробуйте Обожаю этот звук Стрижи, кричи Вечер у нас такая большая дуна На видео она выглядит в два раза меньше В чем я ее вижу Вот такой розовый закат Наконец-таки зелень набрала Всю свою силу Конечно, такие дожди лет Еще раз Если бы еще тепла И тогда вообще Сирень красивая Могу их сегодня тут сажала Что-то Неизвестно, что Ну как тебе, дочь? Конечно, дожди идут И позбивали Бутоны В головке у тюльпани Даже от на траве Вот у меня неугомонные носицы Кричат Всем счастливо, друзья Берегите себя, желаю всем счастья, здоровья До новых встреч на моем канале Субтитры подогнал «Симон»